Ребята, всем доброе утро. Вопрос вынесли, у меня уже 9. Позвонила врачу, вызвали врача домой. Ветрянка нас не прошла мимо. Не болели мы ветрянкой. Пока только Ярик. У нас в садик, получается, инкуляционный период до 12 февраля был. Первый. И вот, вчера приходим в садик, и мамка привела девочку с волдырями, с этими прямо. Вот, ладно, воспитатель начала осматривать, потому что ей до этого позвонили, сказали, что еще один ребенок заболел. А это прямо привела в садик. Я говорю, зачем, что думают-то. Я вот знаю, что карантин в садике по этой теме. Я Ярик каждый день утром и вечером осматриваю. Утром посмотрели, у нас воспитатель постоял, ничего не было. Вечером приходим домой, думаю, дай-ка посмотрю. Подняла майку, смотрю на спине, три волдыря таких водянистых. Ну, капец. К нам ветрянка прилипла. Я сразу намазалась. Я считаю, что ни я, ни мама не болели ветрянкой. У меня сразу вот на этой почве два часа чесаться не могу, блин. Ой, короче. Вот. Позвонила врачу, вызвала врача. Сейчас придет, не знаю, в течение дня. После 12, скорее всего, после обеда. Посмотрит. Хотя, в принципе, что смотреть, температуры у нас нету. Фу-фу-фу. Просто высыпания. Ну, новых высыпаний не добавилось после вчерашнего. Вот я вам вчера помазала, посмотрела сегодня всего. Пока нет. Ну, еще, может быть, все впереди, не знаю. Зачем врача вызывать? Не знаю. Тем более, раз никаких лекарств не надо. Мы еще докашляем. Ладно, пусть послушает задний, в принципе. Лишний не будет. Кашель у него опять начался. Сколебались уже этот кашель. У него последний зуб так долго лезет. И вот. Он ночь нормально спит, ночь кашляет, с ульнями давится. Вот, пусть посмотрит. Еще зубки. Кашель послушает. Легкие. Вот. И скажет. Сколько с ветрянкой? Я посчитала дней 10, по-моему, сидят дома. Посмотрим. Как у нас этот период пройдет. Я вот переживаю, как бы мне не заразиться. Не хочу болеть ветрянкой. Говорят, взрослые хуже. Это все переносят два раза. Ладно, Ярик, у него температуры нет. Та девочка, кстати, первая, которая болела ветрянкой. У нее тоже просто рассыпания были, температуры не было. Смотрите, проснулись уже. За любимое дело принялись. Да, Ярослав? Да. Покажи, какой ты сегодня красивый 15-й. Мама тебя разукрасила? Да. Чтобы ты красивый, да, был? Да. Да. Я вчера намазала, он говорит, что это такое? Я стала, чтобы красивый был. Ну, все, успокоилась. Блин, кошка. Кошка ничего не видит, ложится куда попало. Вот наступит на тебя. Аккуратно. Да. Вот конфеты дарили, вы решили открыть, посмотрите. Какие красивые. Так, просто ассорти. Фабрика. Крупской. Смотрите. Такие фигурки красивые. Шоколадный ножка, это как получается. Может быть, беленький покрылся почему-то. Вот, хотим, с чаем попробовать купить. Утро решилась печь пирог с яблоками. Такой у меня зажаристый получился. Правда, форма такая прямоугольная. Не нашла вам. Вот такой вот пирожок. Еще горячий сейчас немножко остынет. Я его достану из формы. Сегодня в гости придет Денис с мамой. С Яриком поиграть все хотят. В общем, вот мы. Наполучаем с пирогом. Уже обрадовалась, что ветрянка нас как бы легко так. Думаю, на спине там несколько пятнышек у него было. Сегодня просыпаемся. Вся голова в этих прыщиках. На спине немного добавилось. Ну, ты без температуры, конечно, слава богу. Вот. Теперь ждем 21 день. Этот период-то придет ко мне, нет, эта ветрянка. Вчера врач приходила все-таки. Мы ее ждали и ждали весь день. Она в итоге ближе к вечеру пришла. Ярик уже уснул, она пришла. Я его не могла никак разбудить. Я говорю, разбудить не могу. Говорю, смотрите, так тогда вот она смотрела. Ну, когда он спит, он даже глаз не открыл. Много крепко уснул. И это посмотрела все. Сегодня еще должен врач прийти. Не знаю, придет, нет. Возову, говорит, очень много. Сейчас, говорит, очень много детей болеет. Вот. Так что, говорит, ждите. Придут, придут. Что она сказала-то еще нам. После последнего вспания, говорит, пять дней считайте. И все, дальше можно уже идти на прием. Это дальше уже считается не заразным. Вчера, считайте, везде ничего не было новых. И вот сегодня утром я просто, ну, постановлюсь, посмотрела, появились на голове. Понаблюдаю еще. А мне сказала, может быть, и не заразитесь. У меня обычный герпес вылазит на губах. Она говорит, бывает в виде герпеса это выходит. У кого вот этот герпес выходит, он, короче, ветрянка может быть вот так вот перенестись. Ничего не знаю. Будем смотреть, наблюдать, ждать. В группе, кстати, полгруппы заболела у этой ветрянкой вчера. Вот именно он вчера многие узнают. Ой, ладно. Смотрите, вот такой вот он внутри получается. Кстати, супер вообще рецепт. Очень простой и очень-очень вкусный. Он вот так вот поднимается. Жидкое тесто и яблоки. Очень вкусно. Кому понравился, напишите. Я вам напишу рецепт. Все вкусное очень. Нынче попробовала на цельной зерновой муке. Не знаю, вкусно, невкусно. Посмотрим. От меня все говорили, что я елку не убираю. Смотрите, вон там на площади. До сих пор стоит. И ничего никого не смущает она. Хотя уже что, февраль месяц, Новый год прошел. Я пошла на тренировочку. Прошел нас объедать. Набрал полтенца? Ну, тут как полтенца мы и вытираем рот. Я вытираю. Это, я сейчас, короче, поеду. Смотри, что-то пирога осталось. Такой вкусный у всех прямо. Да, мне кажется, штука вкусная. Выглядит вообще аппетитно. Щербет нам попал. Я, наверное, сейчас, получается, Пашка позвонит, скажу, отдам ему инструмент, потом схожу в баню, потом домой, хоть-хоть маленько вечером дома буду отдохнуть. Завтра же встречусь с мужиком, он придет. Получается же, там сказал? Да. Не забыл, блин, не забудь полдесятого. Я говорю, что склероз уже. Заткнулась, блин. С ним встречусь, отдам ему ключи, ну, покажу, ну, короче, там все помогут, что-то надо, может, в магазин схожу, а потом на Рахман приду играть. Ну. Вот. Ладно. Ну. Вкусненько. Это мама твои прянички принесла. Вы, наверное, дома их так и едите, да? Да, вкусно, но. Ну, они вкусные, ага. Нет, все вкусно, так, хоро, вкусненько. И пирог вот попробуешь все вместе с руками съешь, там, с яблоками. С яблоками? Вчера мама давала варенье из инжир, вообще просто бомба. А я как-то не любила варенье. Мы больше, когда-то ездили, она приезжала к Югопе, я такой не рады на нее. Там еще такие инжирные, вот такие, прям, ну, блин, вообще круто. Я такой не рад, ее мне вообще понравилось. Если ты любишь, я не очень люблю варенье. Ну, я варенье тоже не люблю, я ненавижу варенье, с детства варенье ненавижу. Просто получилось так, что она дала инжир, она сказала, ну, давай попробуй варенье, прикола. там же вон конфетки только потихо их если что отъяли камушек? да ну ладно ешь или новую игру Ярославу красивая игра? тебе понравилось? хорошая актука да? надо вот получается вставлять их туда эти карточки здесь домик собачка там фрукты одежда и машинки транспорт вернее ты сегодня такой красивый разукрашенный ветрянка у нас не прошла мимо привязалась к нам ветрянка и пазлы у нас еще новые рыбка они дешевые 80 рублей всего 12 пазл крупных короче Ярику очень понравились особенно трафареты покажи кубики еще новые так ты вон они на диване у тебя все дай покажу хорошо здесь просто квашина мультики и еще вот такая книжечка новая но больше всего ему вот эти трафареты понравились вот они так называются трафареты для малышей плюс их можно допустим достаешь обводить в альбоме мы будем потом с ним заниматься хорошие штучки ребята смотрите нас каждым днем все больше и больше смотрите все просто всыпало особенно сильно не кричи я лицо и голову сильно высыпало на спине это надо тихо как долматинец пятнах весь ноги только так мало основном спина живот и лицо из головы вообще мазать блин не дает короче с хандалом мажемся да ты красивый мальчики дамажи